Все, что я буду говорить, опирается сугубо на мой опыт. Почему компания Canon выпускает такой бюджетный сегмент принтеров? Покупаете новую модель, зарабатываете на ней, выбрасываете. Покупаете еще одну модель, зарабатываете на ней, выбрасываете. Друзья, всем привет! Если вы смотрите это видео, значит вы собираетесь, скорее всего, покупать широкоформатный принтер IPF 770, либо IPF 670, либо модификации этих принтеров. Что нужно знать о Canon IPF сериях? Первое. Головы ходят порядка года-полутора лет. После этого срока начинаются танцы с бубном в этих головах. Так выгорает так называемый дешифратор. В одном из моих видео есть замечательный видеоролик, когда я говорю о том, что, по-моему, к голове приходит конец, нужно что-то делать. И если вы посмотрите внимательно на тест DUS в этом видео, то вы поймете, что, в принципе, голова рабочая. То есть, она работает в сервисном режиме, она распечатывает практически все DUS, но именно в режиме печати голова не печатает, в режиме проверки DUS печати голова не печатает прям, такой своего рода прямоугольник, одну четвертую DUS. Потом вылетают все DUS и, в принципе, канал перестает печатать. Адекватно хочу сказать так, что Canon серии IPF очень крутые модели, с ними можно сварить бизнес, сделать бизнес, однако есть одно но, у вас должен быть поток. Поток и объем заказов. Все, это вот две вещи. То есть, вы его должны отбить и перекрыть, грубо говоря. Еще момент, что очень понравилось в этих принтерах, Canon, которым я пользовался, IPF 770, это очень быстрый принтер. Но давайте так, по чесноку, инженеры компании Canon получают деньги на свой хлеб насущный не просто так. И вообще, давайте вот еще момент, что делает компания Canon? Она создает бюджетную модель, очень крутую, классную, очень добротную, но регламентирует жизнь головы по времени. Ну, что ж, вот так. Теперь немного о истории, куда же я дел свой IPF 770. Я его продал в один прекрасный день. Вот сумма, пусть вас не пугает, я его продал за 5000 рублей со сломанной головой, ну, грубо говоря, да. Вроде бы, как есть какие-то способы эту голову там реанимировать, какие-то продаются в Китае обнуляторы. Но, вот смотрите, по последней информации, я беседовал совсем недавно с моим коллегой, другом, товарищем, это Мансур. Он рассказал, объяснил, еще раз сказал, что обнуляторы, китайские обнуляторы, они не работают должным образом. Не работают должным образом. Почему? Смотрите, в голове несколько уровней защиты, то есть, первый, второй, третий уровень, и принтер считывает голову там, ну, с нескольких, как бы, пошагово несколько уровней. Так вот, этот обнулятор, значит, что он делает? Он какой-то из уровней обнуляет, но еще один или два уровня так и остаются рабочими. То есть, там зашита информация именно на этих уровнях. опять же таки большой привет компании Canon, инженерам Canon. Вот, вы делаете наш мир красочней. Давайте так. В подтверждение моих слов, моих слов по уровням и по китайским головам, где-то на просторах интернета, на просторах YouTube, я натыкался на видео, где один товарищ купил голову с Алиэкспресс, вставил ее в принтер, она работала один-два раза, потом выключал принтер, включал, и она переставала работать. То есть, о чем это говорит? О том, что вот тот обнулятор, который там обнуляет эту штуку, или там прошивает это как-то дело, я, если честно, не до конца осведомлен в этом вопросе, просто говорю то, что знаю. Вот обнулятор, который делает эту работу, который там распиарен, что он мега круто, у вас вечная голова. Короче, все это фигня, ребята. Вот. Еще момент. Смотрите. Теперь вот выключим все знания и включим логику. Логика следующая. Почему компания Canon выпускает такой бюджетный сегмент принтеров? Вот. Все очень просто. Вообще, вы покупаете эту модель, зарабатываете на ней, выбрасываете. Покупаете новую модель, зарабатываете на ней, выбрасываете. Покупаете еще одну модель, зарабатываете на ней, выбрасываете. То есть, логика инженеров, логика компании Canon в принципе понятна. Всегда новый принтер по бюджетной цене. Ну и, друзья, в заключение хочу сказать ставьте лайки, задавайте вопросы, правда, задавайте вопросы. С вами был Василий Слащев. Я очень рад, что вы на моем канале. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Всего доброго.